Всем привет, друзья! В этот раз познакомимся с моделью P47D Thunderbolt от компании Hobby Boss в 48 масштабе. Длина модели 230 мм в 260 мм. Размах. Модель вышла в 2012 году. Артикульный номер 85804. Серия моделей Easy Kit, скажем так, простенькие, без наворотов. Итак, набор у нас содержит 4 литника из обычного пластика, 1 литник с прозрачными элементами, инструкцию, окрасочный лист и лист с декалями. Инструкция представлена у нас вот такой вот раскладной книжкой, книжкой разворотной. Разворотная инструкция, короче говоря. Вот, все здесь очень просто-просто. Модель не сложная, деталей в ней не очень много. Инструкция прям очень информативная, все четко, ясно, и понятно. И в конце у нас готовый вариант, скажем так, общие виды. Окрасочный лист предлагает нам два варианта бортов. Также на этом листе у нас представлено, куда необходимо наносить декали и какие. И таблица с необходимыми цветами для окраски того или иного борта. Листочек с декалью упакован в пакет. Переклеим калечкой. Декали неплохие, их не очень много в сравнении с реактивной, современной нашей российской авиацией. Здесь прям мало-мало. Рассмотрим чуть-чуть поближе. Есть читабельные надписи. Печать неплохая. Выглядит довольно-таки хорошо. Первый литник у нас содержит винт, топливный бак, стабилизаторы сделаны одной деталью, каждый элемент. Вот стойки шасси даны уже со створками. Может быть это и не очень хорошо, но с другой стороны наборчик уж слишком простой и недорогой. Ушки даны вот таким вот образом. При желании, конечно, наверное, можно будет переделать, но в целом все отлито очень аккуратно. И выглядит приятно. Следующий литничок содержит элементы кабины. На полу присутствует имитация какого-то своеобразного рифления. Прицел. К сожалению, он не прозрачный. Возможно, придется это переделывать. Так, какая-то перегородка, видимо, заднее сидение. Сидение без ремней и приборная панель с педалями. Напоминает модели от старенькой Академии. Старые модели от Академии. Данная рамочка у нас содержит половинки крыльев. Хорошие литье, качественные. Приливчики, ну, скажем, нормальные. Не супер тонкие, но нормальные. Подчистить здесь, конечно, придется. Но, в целом, неплохо. Толкатели, естественно, все с внутренней стороны. Крой есть, клепа нет. При желании можно накатать. А вот. Но мне нравится. Пластик довольно чистенький, аккуратненький. Он имеет матовую, так, такую фактуру. Он не прям супер гладкий. Ну, и не шершавый, как наждачка, да? А блочек нет. Также в наборе идут вот такие втулки. Для установки винта и колес. Столик шасси. Фонарик. Фонарик упакован у нас в целлофановый пакет. Запаян. Перехвачен пенкой. Пенкой. Дабы не сломался, не повредился. Давайте посмотрим на то, как у нас выглядит этот фонарик. Фонарик, я думаю, что, ну, как всегда, Хоби-воз заботится. Фонарь дан. Он ли в закрытом положении? Одной деталью. Выглядит неплохо. Прозрачность отличная. И у нас остается последний, основной. Литник, на котором содержатся элементы фюзеляжа самого самолета. Вот так это выглядит. Упрощенная носовая часть. Двигатель вместе с капотом. Огромный просто фюзеляж. Сам по себе самолет огромный. Колеса вот такие. Наверное, есть возможность как-то заменить их. Хотя они довольно качественно выглядят. Единственное, что они даны на вот этих вот втуках, которые сюда вставляются. Не совсем это так, как бы, как по-игрушечному. Как раньше давала Томия. Не знаю, как у них сейчас обстоят дела с этим. Так, здесь у нас вот тоже перехвачено скотчем что-то. Что-то здесь, наверное, можно было повредить. И хобби-боссовцы решили это все замотать. Либо, чтобы оно не обдиралось друг об друга. Видимо, какая-то деталь тут должна быть защищена. Но я вот что-то не могу понять. Набор, в общем-то, ези-кик. Здесь можно обратить внимание, что ответные части замков даны вот такие вот. Грубо говоря, модель на щелчке. Вот. Но в целом мы знаем, что все модельки на щелчке надо клеить. Обязательно клеим, иначе они рассыпаются. Ну, здесь все прям массивное такое. Оно точно, наверное, не развалится. Очень здоровый фюзеляж. Руль направления дан целиком с одной из половинок фюзеляжа. Давайте посмотрим фюзеляжик поближе. Как выглядят его панельки. Панель и раскрой выглядят довольно неплохо для данного издания. Недорогая модель. Простенькая. Но при этом все выполнено очень-очень аккуратно производителем. Вот такие вот колеса шасси. И вторая половина фюзеляжа. И двигатель дан одной деталью с капотом. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилась данная простенькая модель. Рекомендую ее новичкам. Так как модель недорогая и простая в сборке. На этом все. Не забывайте подписаться. Написать комментарий, если есть что написать. Не забывайте добавиться в нашу группу ВКонтакте. Добавиться в Инстаграм, Телеграм, Дискорд. Все ссылочки в описании к этому обзору. Ну а пока. Пока-пока.